Итак, что касается кредитов, а именно заданий правительственных, давайте посмотрим, что нам тут предлагают. Итак, вот нам предлагают доставку за 940 тысяч. Ну почему же такая разница, когда в начале игры было только 3000, а сейчас нам предлагают за 940. Выбираем потруднее, да, и уже получается 1 миллион 200. Да, как бы так совсем не кислый разбег, да, миллион и 3000. Ну, собственно, здесь все подвязано, во-первых, к расстоянию, да, то есть если есть расстояние между системами, то там какие-то проценты там все-таки будут отречаться. Допустим, здесь лимон 200, в соседнем, допустим, будет там миллион 150, ну, к примеру. Вот, и плюс общая сумма кредитов на счету игрока. То есть у меня сейчас 52 миллиона, да, наличными. И еще 80 находятся на сбережениях. Итак, как вы видели, 1200, да, было у нас, 1 миллион 200, простите. И начинаем открывать системы. Так, открываем системы, раз, два. Вот так вот, система, 7,5 миллионов стоит открыть систему. Открываем, отлично. Так, открытие системы проходит все четко. Так, еще одна система, последняя. Открыто, да. И вот теперь самое интересное, собственно, это наши системы, которые хотят... Не могу сосчитать нули. 25 миллионов, да, за каждую открытую систему. Ну, давайте откроем ту, которая поближе к нам. Ага, последняя еще закрыта даже. Так, интересно, интересно. Я думал, что последние три сразу откроются. Ну, вот пусть будет тогда вот это, да, у нас. Денбар, открываем Денбар. Потратили последние 25 миллионов, так сказать. И вот теперь, что интересно, здесь, скорее всего, и доминаторы сидят, да. Ну, тоже, кто бы сомневался. Так, доминаторы, доминаторы. Ну, так, везде доминаторы. Так, и вот теперь заходим в наше правительственное задание. Итак, после того, как мы потратили большую сумму кредитов, да, мы попали на новую планету. И сумма вознаграждения уже очень-очень сильно изменилась. Так, то есть, вначале был почти миллион, сейчас уже 600 тысяч. То есть, я потратил 45 миллионов из 120. Ну, примерно, получается, процентов 30. Ну, там, чуть-чуть больше. И, собственно, примерно так же и уменьшилась моя награда, да, сумма вознаграждения. 830 – это на сложном уровне. А у нас было уже на сложном миллион 200. Ага, то есть, сразу 400 тысяч. Я бы сказал, очень-очень. Поэтому можно сделать четкий вывод, у нас весьма обоснованный, что количество кредитов зависит от количества кредитов на счете нашего игрока. Ну, такая вот нехитрая схема. Ну, и, собственно, понятно, что строительство военных кораблей, там, всяких баз, там, медицинское обслуживание – все тоже базируется на общей сумме кредитов у игрока. 640. Ну, да, совсем-совсем, прям аж так набивать. Теперь, да, это все нужно будет. Так, берем. Отлично. Великий праздник. В другой стране, как бы здесь, в принципе, это кредиты уже и не нужны. Ага, собственно, что нам нужно? Нам нужно теперь только открыть последние две системы, да. Так, пилинги, бизнес-центр. Вперед. Берем тут немножечко денежек. Закрываем наш фонд. Ну, вот, смотрите, ингредиенты 380, да, строят корабли. Вот так. Так, что у нас тут с интернетом? Подключение. Так, включим подключение сейчас. Уничтожили пару номинаторов. Сразу довериваю, плохо, понятно. Так, давайте откроем последние две системы. Открываем. Хлоп. Еще 25 лимонов. Как с пустаток, скажем. И последняя наша Аланта. Я же не понял. 150 миллионов открытия сектора Аланта. Ну, как бы вообще, молодцы, да. 150 миллионов. Да мне столько не накопить, блин, за неделю игры. Шучу, конечно, но если бы я не тратил вот эти вот миллионы, да, то было бы проще, конечно, накопить. 150, я сейчас думал. Ну, там, ну, 50, как бы, там будет. Но чтоб 150, это уже, конечно, перебой. Так, ладно, будем собирать. Ну, вот, давайте еще, кстати, заглянем на одну планетку. Посмотрим, сколько теперь стоит доставка. Ну, или любые другие. И вот, смотрите, я получил из своей услуги, да, 1 миллион 800 до уничтожения корабля. Теперь нам предлагают уничтожить, по сути, такой же корабль, но вот уже за 900. То есть, в два раза меньше. Потому как и общий счет у меня уменьшился вдвое. 60 миллионов, а было 120. Ну, вот, собственно, вот так вот и добывать кредиты. То есть, улупить доминаторов и собирать весь лут. Ну, я поднимал, как я вам уже говорил в прошлом видео. Примерно 300 тысяч. А здесь за одну лишь только доставку можно было получать миллион 200. Ну, сейчас понятно, что в два раза меньше. Так. Что-то бьем, куда мы его. Куда мы тянемся. Нужно брать. Так, обновление. Ну, давайте посмотрим, что у меня, кстати, из оборудования. Ну, вот, собственно, каждая ракета по стоточке бьет. То есть, 68, да, плюс 45. Тут, как бы, она вот так вот. Не показывает сразу общий урон. То есть, все ракеты я, в принципе, прокачивал на урон. Единственное, вот, ракетницу я прокачал еще и на расстояние. Но потом понял, что в этом не было необходимости вообще. Ну, и вот энергетическое оружие. Я находил уже и покруче. Это еще старый, так сказать, электронный резак. Пока просто не было у меня модуля нормального. То есть, вот эти вот модули, которые плюс 45 к урону добавляют, их очень сложно вычислить. Иногда, конечно, не попадаются прям один за одним, можно покупать. Ну, вот, последнюю ракетницу улучшать было очень тяжело. Потому как модуля нет, а смысл тогда ее улучшать без предварительной основки модуля. Вкусно, стекобаррель тоже у меня. Стекобаррель давным-давно еще в начале игры буквально выбил номинатора. Вот такой вот матерый движок. Седьмой уровень, собственно, последний, как я уже понял. Скорость, как вы видите, 800 плюс 180. Малорская раса производства. Поэтому самый мощный микромодуль мы туда и поставили. Вот, 992 и 57 парсек. Это у нас прыжок. Здесь у меня, значит, стоят на скорость. Вот, собственно, гравитационное поле, уменьшая фактическую массу корабля на 25%, увеличивая его скорость. Да, действительно, вот, допустим, если сейчас снять, то в этой системе скорость у меня останется прежней. Но уже в следующей системе скорость изменится. То есть я тоже так как бы сразу смотрю, думаю, что-то ничего не добавляет. Вот. А потом, когда убрал, смотрю, что-то ничего не уменьшается. То есть, видимо, какая-то есть вот еще фишка пересечения систем. То есть пересекаешь линию и в новой системе уже загружаются данные, наверное, по-новому. Работает, в общем. Так, сохраняет много ценного оборудования врага при его ликвидации. И вот, собственно, такой вот интересный артефакт. АЭБИС, который уничтожает наши ракеты. Ну, не наши, точнее, а вражеские, которые летят по нам. Вот до 5 целей за ход. Ну, в одном из роликов я, собственно, показывал уже, как это делается. Так, здесь у нас тоже третьего уровня плазмонитиевый захват. Собственно, тоже старенький. Он 71 плюс мощность 150. Пробовал я, значит, брать более крутые захваты, да, там, ну, последних уровней, так сказать. И улучшать их по полной программе. Но стоимость там была просто космическая. То есть, за использование, там, захвата буквально, там, 10 тысяч стоила одна, ну, вещь, да, там, чтобы поднять одну вещь. Там примерно на ремонт входило, там, ну, 5, а может быть, 10 тысяч кредитов. Было очень невыгодно вообще что-то подбирать. Поэтому я все-таки остановился на вот таком вот третьем уровне захват. И потихоньку собираем. Все интересное можно было поднять. Вот 220, в принципе, хватает для того, чтобы поднять какую-нибудь вещь. Ну, и дальность, конечно же, да. В основном я прокачивал здесь дальность, потому как буквально со всего поля, которое там, видимо, можно уже собрать оборудование. Так, ну, генератор защитного поля я тоже поставил так, чисто чтоб был. Вот. Чинить заходы, это еще самый первый, который, вот, видите, да, 3 единицы отсека, так сказать, груза занимает. И полностью улучшен. Так. Радары у меня здесь вот такой вот хитрый радар. Тоже полностью не улучшал, потому как там космические стоимости на улучшение были. Ну, а сейчас, в принципе, об этом уже и нет нужды. Сейчас у нас сканер тоже. Так, товаров ничего и нет. Итак, что касается пиратов. Кстати, вот я вам о пиратах хотел рассказать в этом выпуске. Собственно, пираты, такая сила, назовем ее третья сила, которая, как вы видите, пиратская база, подлетаем туда вот на всех парах, 1475 у меня сейчас скорость корабля. Есть вариант покупка камуфляжа и покупка программ. Ну, как бы понятно, что ни программа, ни камуфляж мне не нужен. А вступить к пиратам нельзя по одной лишь простой причине, что разработчики пока еще не внедрили, как сказать, эту опцию. Ну, в чем дело. Так что все попытки вступить как-то к пиратам можно пока отложить. Будем ждать, собственно, обновления. Пиратская база и пираты. Хорошо ли это? Собственно, пиратские базы, они хороши только в том случае, когда вы отбиваете систему у пиратов. Так как планеты будут враждебно настроены, а пиратская база, она всегда открыта для рейнджеров. То есть там можно пополнить здоровье, продать набитый лут из этих же самых пиратов. И пойти в бой со свежими силами, так сказать. Что касается баз еще различных. То есть бизнес-центр предлагает иногда нам постройку различных баз. Но также иногда эти базы сами появляются в системах. Так, собственно, бизнес-центры там могут сами появиться. Представляете, все системы захватили, уничтожили все базы. И, собственно, бизнес-центров больше нигде нет. То есть со временем в системах некоторые базы сами появляются. Так же, как и пиратские базы. Еще вот чем коварны, так сказать, пиратские базы. Это тем, что из них появляются пираты. То есть не корабли, корсары, рейнджеры. А именно пираты. То есть я неоднократно такое наблюдал. То есть появляются пираты не из другой системы. А прямо вылетают из базы, где-то штук 10. И начинают захват системы. То есть вот такой вот, скажем, в тылу враг. Итак, есть еще у вас, смотрите, такая проблема, да. Враждебное отношение. Собственно, для этого я и зашел в эту систему. Как вы видите, корабль, да, Малакский, тоже хочет меня уничтожить. Что же нам нужно? Нам необходимо повысить отношения с этой планетой. То есть улучшить отношения. Или в данном случае, наверное, заплатить штраф какой-то там будет. Штраф, компенсацию там. Вот сейчас, собственно, все и посмотрим. Почему у нас появляются такие проблемы? Ну, во-первых, за задания, которые мы берем и не выполняем. И за сбитые корабли, которые мы выполняем по заданию какой-то другой планеты. Допустим, это система Юфоли, да. А я там в системе Регор, к примеру, взял задание уничтожить корабль. В системе Юфоли. Ну, как вариант. И отношения с планетой портятся. Ну, и так, давайте посмотрим, что тут есть. Кстати, вот Гаргона Доминион, да, вот, виден сейчас на карте. Вот такой вот феянский, насколько я помню, из оригинальной игры компьютерной. То есть он там поможет нам уничтожить какого-то главного злодея. Я только уже не помню, то ли Доминаторов мы били при помощи этого Доминиона, то ли пиратов. Вот, чего не помню, того не помню, давно было уже. Итак, летим на планету. Садимся. И что же нас здесь ждет? Вот вам сумма залога. Давайте посчитаем нули. Так, так, 10 миллионов. Ну, как бы я бы сказал, что это, ну, очень-очень много. Заплатить залог, пойти в тюрьму и попытка побега. Ну, попытка побега, сколько я не пробовал, никогда не получалось. Платить мы тоже не будем, потому что это очень много. Итак, пойти в тюрьму. Все, статус осужденный. Вот, присвоен негативный статус. Так, это 1 января 43-го года. То есть получается примерно... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. 4 месяца, что ли. До 10. Ну, получается, да. Получается примерно так. 4 месяца. Все, принято. Все, вам необходимо выполнить задание, назначенное планетарным судом. Иначе зайти я не смогу сюда, да, поторговать. Вот, ну, лучше, конечно, понятно, можно. Отремонтироваться можно. Ну, а что касается квестов, то здесь никакие квесты взять нельзя. Не на этой планете, ни на какой-либо другой. И что же у нас происходит еще в списке заданий? Итак, в списке заданий у нас есть задания, которые были до этого получены, да. И есть те, которые... Вот в самом верху сейчас, к сожалению, не видно. Давайте сюда зайдем. Вот так вот. Сейчас зайдем сюда. Планета Земля, Млечный Путь, Солнечная Система. Уничтожить корабли-доминаторов в количестве 4 штуки. Без проблем. Причем здесь любые доминаторские корабли. Идем, значит, выбираем. Ну, к примеру, вот такой вот, да, будет. Шедер. И вперед. Все. Капитан корабля военного не хочет нас уже атаковать. То есть, встал, как обычно, с хорошим настроением. В хорошем отношении с нами. Как вы видите, да, у меня вот корпус такой не очень сейчас уже неподходящий. То есть, он был прям незаменимым, когда я собирал лутс-доминаторов и пиратов. Но сейчас все-таки нужен другой корпус. То есть, а именно улучшить его на защиту. Как вы видите, у меня здесь ракетами вообще бьют по полной программе. Ну, и другие виды оружия тоже наносят повышенный урон. Так, кто у нас здесь? Ну, тут слишком крутые доминаторы. Так. Давайте возьмем кого-нибудь попроще. Так, форсаж. У нас здесь все как положено. Огонь из техорудий не хотят. Да, потому как слишком далеко. Кстати, видимо, радар нужно все-таки улучшить. Так. Увеличиваем атаковать. Так. Угу-гу. Ну, давайте возьмем вот так вот. Пару ракетометов, да, будет достаточно. Четыре. Как вы видите, раз, два, три, четыре. И вот давайте возьмем, к примеру. Ну, чисто проверить хочу дезинтегратор. Там написано, что у него максимальный... Максимальное расстояние для удара, в общем. Так. Атаковать. И вот две ракетницы еще на этот корабль. Поехали. Так, что-то как-то... Самый максимальный такой прям радиус. Максимальный радиус действия. Вот смотрите, вот у меня... Так, не туда нажал. Так вот, есть вот такой вот у меня модуль, да. Дезинтегратор оружия. Дальность тут указана на 429. Но когда мы нажимаем сюда, здесь максимальная дальность поражения цели. Вот. У меня тут сама формулировка, как-то непонятно. Максимальная для чего? И для кого, там... Ну, вообще непонятно. То есть, если здесь зайдем в любое другое оружие... Ну, кстати, ракетницы тоже не хотят, да, показывать. То есть, там как дальность описывается. Какой урон и какая дальность. То есть, здесь же не описывается. Так, ладно. Считаю, что эти корабли уже уничтожены. Летим дальше. Атаковать из всех орудий вот этот вот кораблик. Вперед. Так, отлично. Этот уже, считаю, тоже уничтожен. Так, атакуем вот этот дезинтегратор и ракетница. И немножечко вот такой вот у нас, вот этого босса помочим. Так. Остальными ракетницами. Ракетометы. Так, что у нас еще не все уничтожены корабли. Да, остался, по-моему, еще один вражеский корабль, который нужно уничтожить нам. Координатор 49 тысяч. Волновой фазер. Все так прям дорого стоит. Так, 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 так. Все, доминаторы уничтожены. Так, отлично. Выполнено задание. Можно дальше идти там торговать. Выполнять миссии и все такое. Успех. Так, ну что ж, на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока. 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 Продолжение следует...